Шалом! С вами Рафаил Перский, посланник и Бабельского Рабикаля Машеяха. Еврейский народ в стороне Израиля и по всему миру находится не в очень хорошем сейчас положении, в трудном, можно сказать, положении. Люди страдают, переживают. Наши дети на войне воюют, сражаются, погибают, к сожалению. И поэтому, как выстоять, как не упасть духом? Сегодня особый день, 15-е Сивана. 15-е Сивана – это день, когда арестовали предыдущего Рэбби Йосифа Ицкакшнеерсона в городе Ленинград в 1927 году. И забрали его в шпалерную тюрьму. И как раз то, что сегодня этот день, это нам даст силы, если мы возьмем, и после того, как Рэбби освободился, есть книжка, которую написал сам Лебайческий Рэбби, о том, как проходил его первый день, когда его арестовали, как он попал в эту тюрьму. Если это прочитать и сделать правильные выводы, то это даст нам силы, как выстоять сегодня в этом мире. В этом мире бушующем. Кратко рассказывается о том, что, конечно же, после революции, в 1927 году и до этого коммунисты, социалисты начали борьбу с религией. С любой религией, с еврейством, со всеми. Рэбби, Раяц, Йосиф Ицхак, он занимался тем, что он отстраивал хейдеры, чтобы учили Тору. Строил миквы. Как это он строил? Он физически не строил, но он руководил всем. Он руководил всеми организациями подпольными, которые были в Советском Союзе. И поэтому, естественно, он был под ударом. Все знали, кто это делает. В одном месте закрывалась миква, строились миквы в другом месте. Закрывался хейдер, арестовали Меламеда, арестовали учителя, приходил на его место другой. Только Хаббат, только Хасидей Хаббат остались в Советском Союзе. Все, кто мог, сбежали. Явно, явно не занимались еврейством. Единственное, кто занимался, это Хасидей Хаббатом. Под руководством Любавишска Рэбби, Йосиф Ицхак. Понятно, что его несколько раз уже арестовывали. Его хотели убрать с дороги. 15-го Сивана, то есть сегодняшний день, пришли как раз-таки Евсехца. Евреи, которые родители и дедушки у них были хасидами. А сейчас они пришли арестовывать. Рэбби вели себя ужасно вызывающе. Рэбби сел в автомобиль, в черный автомобиль, и они увезли его. Тут одна деталь, которую нужно обговорить. Когда Рэбби привезли в тюрьму, его вывели из машины и сказали ему идти по этому коридору. Рэбби оказался один, его никто не сопровождал, его никто не вел. Не было конвоя. Ему сказали идти. Он сделал несколько шагов. И потом подумал, а почему я должен слушать их, что они мне сказали идти по этому коридору. А я не пойду по этому коридору, я пойду в другое место. То есть, вот этого чувства противостояния, бунтарства, я не буду слушать то, что они сказали. В конце концов, Рэбби пошел по другому коридору. Он пришел и увидел, стояли лавки такие. Он сел на лавку, стал думать, стал думать, что с ним будет. И он стал думать, что будет с его мамой, женой, дочками, с хасидами. И он начал плакать. Начал сильно плакать. И расстроился. Но он остановился и подумал, а где Всевышний? Где Всевышний? Он же здесь, он же со мной. И почему я здесь? И он вспоминает основную вещь хасидскую. Ашгаха-пратид. То есть, Бальшим Тов говорил, что весь мир находится под провидением Всевышнего. Провидением. Ашгаха-пратид. Что это значит? Что за каждым творением есть Всевышний. И он направляет это творение. Даже листик не может упасть просто так. Есть известная история Бальшим Това, которая говорит, что был такой филозон, как червячок. И он, ему было жарко, он был на солнце, он обратился к Богу, что ему жарко, что он засыхает. Был ветер, упал листик на землю, покатился и накрыл листик этого червячка, чтобы ему не было жарко. И в этом проявляется божественное провидение. Ашгаха-пратид. И тут Рэбе понимает. Даже такой, как Рэбе. Рэбе, глава поколения. Рэбе в тот момент, когда ты видишь тюрьму, ты видишь, что это на грани жизни и смерти. Вернее, уже понятно, для чего тебя сюда привели. И он понимает, что Всевышний с ним. Он понимает, что это все запланировано Всевышним. Он не понимает, почему это. Но он знает, что Всевышний стоит за этим. И тогда, именно тогда, он набирается сил. И он решает, что он не будет идти ни на какие договора с этими бандитами, с этими тюремщиками, с этими евреями, которые хотят его уничтожить. Потом рассказывается много о том, как он проводил несколько недель в этой тюрьме. Считайте, до третьего Томуза. То есть, больше двух недель. А потом, третьего Томуза, ему объявили, что его отправляют в Кострому на ссылку. А вот 12 Томуза, чуть меньше месяца, это день освобождения, большой хасистский праздник, что ему разрешили выехать из Советского Союза. Но наша точка должна быть такая. Мы должны понять, что то, что сейчас происходит во всем мире, и в частности в Израиле, вся эта война, все эти страдания, мы их не можем понять. Но мы должны знать, что за всем стоит Всевышний. И Всевышний не каратель. И в конце концов, все обратится к лучшему. И все обратится к полному и окончательному освобождению. И мы об этом должны думать. И даже люди, которые погибли мучительной смертью, или отдали свою жизнь кедушащим, то есть те солдаты просветили имя Всевышнего, когда придет Машия, будет воскрешение из мертвых. Мы должны об этом думать. Мы не должны входить в состояние, ой, что с нами будет, ой, как с нами будет. Кругом война, кругом враги. И против нас весь мир ополчился. Нет. Евреи, надо держаться. И быть уверенными, что Всевышний с нами, и Он нас не оставит. И что все это управляется. И дай Бог, чтобы в скором времени сейчас мы увидели, почему это все происходило, как это все происходило, для чего это все происходило. Лучше же всего, когда ты знаешь, почему. Если бы мы знали, почему и зачем, нам бы было намного легче. Мы не брошены. Нас Всевышний хранил все века. И будет хранить. Боизра Тешем. И дай Бог, написано, что вот этот день, 15-е Сивана, как бы это считается день, когда Рэби забрали в тюрьму. Но это было начало его освобождения, когда он смог выехать из Советского Союза. И, в конце концов, он попал в Америку и приобрел 770, дом Рэби. И все это началось, когда, вот именно с этого, 15-е Сивана, когда его посадили в тюрьму. Хуже ничего не могло быть. Но, в конце концов, это проявилось тому, что Рэби вышел, уехал и распространяет еврейство. Шестой Либайческий Рэби распространял еврейство. Потом наш Рэби, король Машиех, распространяет еврейство по всему миру. Благодаря этому дню. И дай Бог, чтобы этот день был праздничный, чтобы этот день был геула, полное окончательное освобождение. Ихея Дунайну, Марыну Воробейну, Мелых Машиех, леулем Вет, Шабет Шалом.